Биологический квест в 6-й гимназии поразил нас неординарным творческим подходом участников, начиная от названий команд, такие как «Сиамские баклажаны», «Кооператив Белочка» или «Отряд 096» и, собственно говоря, тем подходом, который дети избрали в решении определенных биологических заданий. Команды ждали 5 биологических постов, где чьи детки, кто быстрее, кто где живет, кто лишний и запоминайка. Очень приятно было наблюдать, как дети вовлечены, как они увлечены заданиями, которые им предлагались, они пытались сделать все максимально быстро и качественно для того, чтобы получить как можно больше монеток, ведь именно по количеству монеток и определялся победитель. Но в данном случае, в наших квестах, конечно же, главное – это не победа, а участие, ведь в результате этого квеста дети узнали очень много новой, интересной информации, которая, мы уверены, пригодится им в будущем. Это очень интересная форма работы с детьми – зоологический квест. Он не только дает понятия детям про строительство, жизнь, тварин, способ их жизни, но еще и сгуртовывает детей, даёт им возможность работать в команде, то есть и лидерские качества, и также расширяет кругозир детей. Это очень интересное для детей. Мне очень понравилось. Самое интересное было – это найти родителей и детеныша. А самое сложное – это был конкурс за папинятайка. Я первый раз узнала, как можно различить, например, фламинго и маленького ребеночка. Очень интересно, потому что фламинго я люблю и ни разу не видела маленького фламинго. Наша команда вроде справлялась быстро, но не очень правильно. Особенно мне понравился квест – там, где мы… кто где живет. А больше всего, ну, так сложно было – это кто с какой скоростью бежит. Мне очень понравился квест, потому что для меня чисто было узнать много о животных. Мне понравилось. Мне кажется, это очень было полезно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»